Все прелести профессии учителя смогли ощутить выборские старшеклассники. Ежегодное руководство 12-й школы на несколько часов отдает учреждение во власть учеников. Вот и на этот раз здесь с успехом прошел день самоуправления. Уроки русского языка, истории, музыки, физкультуры вели как школьники, еще не определившиеся с выбором будущей специальности, так и потенциальные педагоги. Мероприятие было организовано совместно с выборским филиалом Российского университета имени Герцена. У нас получился хороший тандем с нашим российским государственным университетом, потому что сегодня и студенты, и наши выпускники проводят самые интересные уроки в их жизни. Соответственно, к этому хорошо отнеслись и наши учителя, которые максимально приблизили этот учебный процесс к реальности. Они их готовили, они их консультировали. Поэтому этот процесс сегодня для нас очень интересен. Студенты педагогического университета имели возможность отработать свои практические навыки и, конечно, утвердиться в правильном выборе профессии. Это важнейший опыт в жизни. Ты работаешь со многими детьми, можешь узнать характер каждого ребенка. Я считаю, что также профессия преподавателя еще совмещается с профессией психолога. Это очень хороший опыт. Что касается школьников, они с большим интересом отнеслись к возможности на несколько часов занять кресло учителя. Приобрели бесценный опыт. В роли учителя мне очень понравилось. Хотя сейчас я поняла, что эта профессия довольно-таки сложная, ведь не каждый может найти подход к ученику. Это нужно быть очень сильным человеком и многое уметь. По-разному сложился день у старшеклассников. И если первоклассники были очень послушны и с интересом воспринимали всю новую информацию, то более старшие ребята дали понять, их уважение еще нужно заслужить. Это не первоклассники, не второклассники, для которых, если тебе 14, то ты уже дядя. Разумеется, это было интересно. Отношения не во всех классах были гладкими, но, пожалуй, это было даже лучше уж хоть какая-то реакция на происходящее, чем они будут все сидеть с такими каменными лицами. Возможно, благодаря подобным профориентационным мероприятиям кто-то из сегодняшних школьников почувствует тягу именно к этой благородной и такой необходимой профессии, профессии учителя. Не секрет, что в школах очень мало молодых педагогов. В школе сегодня необходимы молодые кадры, творческие кадры. Нам бы очень хотелось, чтобы вот эти мероприятия, такие подобные мероприятия, стали традиционными и со школы номер 12, а также и другие школы проявили интерес к этому мероприятию. А между тем не бездельничали в этот день и настоящие педагоги. Класс учителей занимался по собственному расписанию. Педагоги вспоминали свои школьные годы, сидя за партами, и имели возможность блеснуть интеллектуальными талантами в игре «Что, где, когда». Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город».